Здравствуйте! Вы смотрите на канале ОТС новости экономики и бизнеса. В студии работает Светлана Антимонова. И начинаем выпуск с цифры дня. Ипотеку под 6,5% оставят до конца 2021 года. Минфин подготовил проект постановления правительства о продлении программы льготного кредитования. Ведомство предлагает увеличить общую сумму кредитов, которые могут быть выданы по программе с 900 миллиардов почти до 3 триллионов. Сегодня в выпуске также расскажем о том, где пройдет форум открытой инновации, о бизнесах, которые покупают. Подробности далее. Рынок готового бизнеса в Новосибирске восстанавливается. Аналитики Авито исследовали ситуацию по итогам третьего квартала 2020 года. Эксперты отмечают рост сразу в нескольких сферах. Больше всего на продажу выставляют бизнесы в сфере сельского хозяйства. При этом интерес к нему покупателей падает. Активно внимание уделяют компаниям в сфере развлечений и питания. В среднем по России стоимость бизнеса не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. А самые дорогие компании продаются в Москве и Санкт-Петербурге. Темпы строительства жилья в Новосибирской области выросли по сравнению с прошлым годом. План по итогам 9 месяцев исполнен на 53,7%. До конца года строителям предстоит ввести в эксплуатацию еще 990 тысяч квадратных метров. Согласно проекту «Жилье и городская среда» Новосибирской области необходимо к 2024 году сдавать не менее 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров. В 2020-м задача ввести в эксплуатацию 2 миллиона 139 тысяч. Традиционно основные объемы приходятся на конец года в лидерах Северный, Сдвинский, Венгеровский, Чановский, Болотнинский, Маслянинский, Колыванский, Устарский, Коченевский, Карасукский и Доволинский районы, а также Новосибирск и Наукоград-Кольцово. Среди отстающих Барабинский, Убинский, Ордынский, Сузунский, Куйбышевский, Краснозерский, Качковский районы, города Обь и Искитим. Новосибирские эко-деревни претендуют на федеральные гранты. Уже подали 50 заявок. В конкурсе, который впервые проводит Ростуризм, примут участие перспективные предпринимательские инициативы. Новосибирской области, которые направлены на создание комфортных условий для отдыха на туристических объектах. Речь о кемпингах и модульных гостиницах. Они должны предполагать оснащение туроборудованием и транспортом, разработку новых туристических маршрутов и навигации, адаптацию номеров для людей с ограниченными возможностями, а также строительство открытых бассейнов. Сейчас сбор заявок окончен. Победители объявят в ноябре на реализацию новой меры поддержки туристической отрасли. Правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей. Каждый проект может претендовать на грант до 3 миллионов рублей при условии 30-процентного софинансирования со стороны бизнеса. Бизнесмены и инноваторы в этом году лично не встретятся. Международный форум открытой инновации пройдет в онлайн формате. Это кадры прошлогоднего форума, нынешний стартует через неделю. Еще есть время зарегистрироваться. Посетить деловую выставочную программу можно на официальном сайте openinnovations.ru. Как зарубежные, так и российские эксперты подключатся к программе удаленно, а модераторы сессии будут работать в студиях. Трансляция деловой программы форума похожа скорее на телемост, чем на конференцию в Zoom с большим количеством окошек. Задавать вопросы спикерам можно прямо во время выступлений в специальных чатах. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить налоги. Сделать это можно несколькими способами. Через личный кабинет налогоплательщика, через приложение для мобильных устройств налоги.фл, также на сайте Федеральной налоговой службы, ну и наконец по налоговому уведомлению в банках или в офисах Почты России. Кстати, теперь платить можно не только за себя, но и за других, например, родственников. Есть и возможность авансовых зачислений. Доставка налоговых уведомлений в бумажном виде Почты России началась с 23 сентября, а в электронном виде в личных кабинетах уведомления размещаются начиная с 25 сентября. Незаконные торговцы будут кормить обитателей зоопарка. Всю продукцию коммерсантов будут изымать и передавать животным. Это заявление начальника управления потребительского рынка мэрии Виталия Витухина, приводит портал НГС. Цитата. «За последние пару лет мы добились увеличения штрафов, но плохо то, что суммы в полторы-три тысячи рублей рассматриваются данными продавцами как просто некий налог на торговлю. Конечно, когда мы говорим о площади Калинина или Марса, обороты данных торговцев значительные, и сумма штрафа особо никого не пугает». Конец цитаты. И на этом у меня все новости. Желаю вам удачи. Оставайтесь на канале ОТС и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова